Хэй-хэй, зритель! День второй. Оно красиво выглядело на сковородке. Отвоюю кошке еду. Алиса, тебе уже давали пожрать, в отличие от хозяина. Но я пока не научилась со сковородки так красиво перекладывать. Короче, тут два яйца куриных, которые... Кошка ползает. Вон там у меня будет будущий винегрет. Осталось картошки только доварить. Мой хлеб, который самопальный. Мое любимое масло авокадо. Остатки его был и роскоши. Привет, кошка. Короче, тут два куриных яйца, которые вот деревенские. Целая сосиска, которую я вчера купила. И помидорка с нашего сада. И кусочек хлебушка я сейчас покушаю, короче говоря. Насчет вопросов, будет ли хватать денежек на корм Алиске? Алиска готова жрать все, кроме корма. Я Алиске выделю сотенку на покупку куриных голов и буду ей варить по две штучки в день. Там у нее кефирчик козий. Тут у меня чайник шумит. Ой. Но если ты зритель, хочешь исправить ситуацию, ты можешь мне задонатить на что-нибудь вкусное для Алиски. Алиска уже съела пол сосиски. Если бы не съела, то она бы съела меня. Она меня кусает. Потому что что-то хоть она и любит куриных кефирчик есть, она его отказалась. Она узнала, что тут есть сосиски. Сосиски вкусные. Вчера ей половинка уже досталась. Ну и в общем так. Не, конечно, зритель, ты можешь повопить в каментах, какая я плохая попрошайка. Показав всем свои моральные проблемы, ты можешь даже много повопить в каментах. Тогда этот ролик еще будет более просматриваемый. А всем, кто говорит, что ну ничего можно на тысячу прожить, я желаю вам три года жить каждый месяц на тысячу. Такой короткий ролик. Всем остальным спасибо за поддержку, особенно тем немногим, которые когда-либо поддерживают мой канал. И тем двум платным подписчикам Пеньку и Горбушкину. Потому что благодаря им я в конце на октября выведу монетку с ютуба. Чуть раньше, чем могла бы. А всем, кто хочет как-то помочь, но не знает как, вы можете тоже стать как Горбушкин и Пенек. Что там у нас кошка творит? Подписавшись на первый уровень и платив по 149 рублей за это в месяц, а из них я буду получать где-то 70 процентов. Кошка таки добрала ей до ведерка, которая поедет в сад в скором времени. Ой. К тому чуваку, что сказал, ну и бардачелла на кухне. Чувак, наверное, ты никогда не работал в саду, у тебя не было никогда урожая, ты не знаешь, как его перерабатывать. Я даже не знаю, что тебе сказать. То ли посочувствовать, то ли порадоваться за тебя. Ну и всем пока.